И мы не улетели из Чикаго. Мы остались здесь еще на один день. А знаете почему? Я перепутал аэропорты. Мы приехали не в тот аэропорт и уже, разумеется, на наш рейс в другом аэропорте мы уже не спривали. Вот такая система. Взяли билеты новые на завтра, на утро, и завтра полетим в Майами второй раз уже с этого аэропорта, где сейчас находимся. Нам специально дали, чтобы мы уже наверняка сюда приехали, потому что мы уже знаем, куда ехать. А мы завтра решим в другой аэропорт посмотреть. В целом, все не так все плохо. Все так упирается в стоимость нового перелета, потому что, разумеется, нам новые билеты не дадут. Нам предложили сегодня улететь, короче, через два часа, отсюда, да, как бы, и стоимость билета была 950 долларов в одну сто... Все равно до Майами с каждого. Я пересплатил несколько раз, потому что я не поверил в такую цену даже. Он сказал, 900. Я думаю, еще раз пересплатил точно, но он, может быть, там что-то перепутал. Может, они так произносят. Вот, но все равно, поэтому 900 с чем-то баксов. Я стопудов не готов платить за Майами. Вот. Ну, мы завтра улетим за 244, если не ошибаюсь, доллара. С каждого тоже. То есть, ну, в среднем перелеты стоят где-то 100, может быть, 50, 100 долларов. 240 это как раз-таки более-менее еще адекватная такая более-менее цена для Америки. Ладно, мы сейчас идем обратно на метро. Сумки скинем у ребят, наверное, опять-таки там же где-нибудь девушки сночевали. И поедем в центр. Мы скинули сумки у ребят. Вилл приехали уже в Даунтаун Чикаго. Сейчас идем в сторону заведения Джинас Ист. Это второе место, где считается как бы самая вкуснейшая пицца в Чикаго. То есть, везде, где пишут про пиццу чикагскую, это Джорданс, где мы вчера были, и вот Джинас Ист. Идем и сейчас прямо. Так что, аккуратно стоим. Стофор. Мы зашли внутрь этого заведения. Тут, оказывается, очередь на то, чтобы сесть на места. Вот и мы сейчас сидим, ждем. Вот еще люди сидят, сидят с этой стороны. С этой стороны. Ну и посмотрите, вот такой интерьерчик тут перед нами, да? Здесь вот забираются эти самые заказы. Как-то так. А сейчас мы у нас тоже, надеюсь, быстро посадят. Идут в место. И мы поедим. Смотрим. ИОН. Иandinопмент. Хорошо, спасибо. Очень вкусно. Это барбекю в риске пицца в Джинас пиццерии. Она вкуснее, чем сегодняшняя классика в Чикаго. Ладно, приятного аппетита, мы продолжаем есть. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Так, после пиццы и сытного, довольного обеда мы пошли гулять. И сейчас мы пришли на Navy Pier. Это такая поменад чикагский, где можно прогулять вдоль озера. Тут кораблики, круизы всякие. Смотрите сами. Кафешки, бары. Ну, людей это достаточно, в принципе. То есть, в Чикаго есть парк хороший, большой. И вот такое вот местечко, где можно погулять возле воды. Блин, реально круто, да? То есть, такое место, где есть всё, можно сказать. То есть, не знаю. Особо не так много мест, где есть очень много всего такого для людей, для комфорта, для отдыха. А здесь у меня всё это есть. Ну вот, мы вернулись в даунтаун, в Чикаго. И здесь просто реально чувствую себя в фильме, как Юля сказала. Есть высокие здания, атмосферы машины. Просто всё. Напоминает какой-то, не знаю, такой фильмик-фильме с промо-фильмой культурозе, да? Да, сейчас подъедет тачка. Да, сейчас подъедет тачка. Оттуда выпрыгнет Аль Капона какой-нибудь. Ещё маленькая информация для туристов, для тех, кто хочет, кто из Чикаго. Вот это у нас так выглядит знак автобуса на остановке. И если видите, внизу под знаком написано 100 STA bus, короче, и цифры. Вот, если набрать это слово с пробелом в том числе цифры и отправить на номер, который там указан, 41-411, то вам придет время следующего автобуса. Вот данное, ну, данное его. Если смотрите, здесь есть 135-й, 134-й, 36-й, 46-й, 48-й. И вам придет время каждого автобуса, ну, или, не знаю, каждого, не каждого. Я так попробовал на одной станции, и действительно у меня пришла смс-ка с временем, когда придет автобус. Там было немного стыковочков, пару минут, но, в принципе, это работает. Ну, короче, я посмотрел про это здание, вот, именно вот про это. А это в Чикаго называется кукурузные початки. Это жилое здание, а не отель, а не что другое. Получается, оно было построено в 1964 году, ну, стройка окончена. И на тот момент это являлось самым высоким зданием, жилым зданием в мире. То есть, вообще круто. То есть, здесь вот эта верхняя часть, это жилое здание. Потом здесь вот идет парковка и для автомобилей. Здесь парковка идет для яхт, катеров и так далее. В принципе, вот такое отличное место. Если у вас есть доход большой довольно-таки, то и у вас есть машины, яхты. Вы можете приезжать сюда, покупать квартирку и у вас все под рукой. Ну что, мы сейчас отдыхаем вечером на крыше здания какого-то. Ну, это типа, это ресторан, здесь бассейн, здесь отель. Вот, выглядит очень шикарно. Это как в фильмах просто вообще охренеть круто. Нас просто провели по знакомству, можно сказать. И мы сейчас здесь отдыхаем. Снимать здесь нельзя. Ну, по крайней мере, не рекомендуется, потому что здесь как бы такая частная вечеринка. Но я чуть-чуть покажу просто, что здесь отель выглядит. Ну, короче, смотрите, здесь кафешка, короче, вот такая вот. Здесь народ следит. Там впереди играют в игру с мячиком. Не знаю, кто что-то называется, но они вот там что-то сейчас резвятся. Потом там вот справа, за ребятами, за оградой, есть бассейн. Такое местечко просто офигенное. Вид, какой вид на город. Да, и вид на город, то есть мы на крыше находимся. И, получается, вокруг везде это самое. Людям. Я сейчас просто встану. Смотрите, вот там играют в игру. Вот там вот впереди, вот видно, да, там поле, короче, там шарыки катаются. Потом... Есть Юля сидит, да. Попробую подойти к бассейну, посмотреть, показать. Вот сейчас. Вот здесь вот такая вот местечко, короче, бассейн есть. Вот. И... Вот так вот люди отдыхают, короче. Вот и вид на Чикаго, посмотрите сами. Здесь очень, очень понтово. То есть у нас вот коктейльчики. Я колу пил. У меня еще осталось много. Я алкоголь не пью, поэтому... Только колой. Девчонки пили коктейль, называется ананасовый экспресс. Это с текилой, да, Юля? Ром. Ром бакарди. Белый бакарди. Да, это ром бакарди, значит. Вот. И с ананасом. Сейчас стало более позднее время, но народу стало прибавляться как-то. У нас даже... Меня даже спросили, играю ли в эту игру. Как называется? Ты сказала это? Питанк. Это называется, да. Питанк. Ну, просто ты сказала? Да. Вот, нас спросили, играю ли мы в Питанк. Ну, я ответил, нет, потому что я не играю. Ну, Юля могла бы сыграть, она умеет. Я знаю, все пенсионерские играют. Все пенсионерские? Ты должна была присоединиться к ним, да, сыграть, показать мастер-класс. Тебе сразу бы карточку члена клуба дали бы. Просто на халяву просто. У меня не хотела их унижать. А, ну, молодец, да. Ну, ты сразу бы тут влилась бы тут сразу. Я так неплохо себя чувствую. Не, надо сразу самую тусу как бы. Там реально очень много людей там тусит, как бы играет в эту игру. Поэтому, да. Ладно. Ладно.